Если хочешь писать о женщине, обмакни перо в радугу и стряхни пыль с крыльев бабочки. Дэни Дидро, французский писатель, драматург, философ. Всем здравствуйте! В эфире общественного программа «Я – женщина». Сегодня в выпуске. С чего же можно начать любить себя? Что такое любовь и нелюбовь к себе? Вы каждая уникальная и вы каждая ценная. Берегите себя для себя. Мы сейчас посмотрим на ваших глазах, какое веко будет, как будет. Красота требует жертв или как не стать жертвой моды на Евровеке? Быть успешным сложно. Быть женщиной-предпринимателем еще сложнее. А быть еще успешным женщиной-предпринимателем – это окажется из мира фантастики. Успешный предприниматель, руководитель, продюсер, мама. Кто она? Обо всем об этом вы узнаете в телепроекте «Я – женщина». Любим ли мы себя по-настоящему? Что это такое любовь к себе? И откуда она берется? Мы поговорим в рубрике «Между нами, девочками». Любовь к себе. Значение этого термина, которым мы все встречаем довольно часто, почти никто толком не объясняет, что это такое и как полюбить себя. Сегодня мы прольем свет на этот вопрос и дадим практические рекомендации, как научиться любить себя. Все наши проблемы – это проблемы нашего детства. И здесь самое главное, наверное, это воспитательный процесс и именно стереотип воспитания, который мы получили. Во-первых, это советское и постсоветское пространство, которое говорило и гласило, буква «Я» – это самая последняя буква в алфавите. То есть было «мы» вместе. В этом, конечно, ничего плохого нет, но здесь стерлась именно индивидуальность каждого человека и каждой личности. И, к сожалению, поколение, которое росло, передавало именно этот стереотип воспитания своего и мнения, и считалось это правильным. На самом деле, когда сейчас, в данный момент, человек, когда себя не любит, не ценит, не понимает, не ощущает, что он хочет, мы теряемся в этом мире, мы не знаем, мы не можем сделать выбор достойный, мы теряемся и стесняемся и не уверены в себе. Почему? Потому что мы сами себя не знаем. Любовь к себе – это концепция, вокруг которой в нашем обществе образовалось много стереотипов. На самом же деле, любовь к себе – это положительное отношение человека к себе, которое формируется из принятия себя, самоуважения, внимательного отношения к своим эмоциям, чувствам и потребностям, а также ощущения реализованности. Что такое любовь к себе? Любовь к себе – это естественная и радостная забота о себе, о своем теле, о своем физическом состоянии, то есть о здоровье, о своем интеллектуальном уровне, о своем уме и забота о своей душе и о своем духе. Противоположностью любви к себе является ненависть к себе. Зачастую на консультациях я сталкиваюсь именно ненавистью к себе, потому что это опять отношение, стереотип поведения, допустим, родителей, который передавался в воспитательный момент именно взрослому человеку. И когда человек себя не ощущает в целостности и любви к себе, в основе своей он начинает себя в большей степени ругать, критиковать, всячески обесценивать какие-либо свои даже результаты. Потому что когда что-то у нас в жизни случается, когда мы ошибаемся, когда мы терпим какие-либо неудачи, тут как тут, скрывается еще у нас внутренний критик, который начинает нас ругать, обесценивать. Нам и так плохо, у нас и так ресурса нет, а на фоне этого мы еще и сами себя ругаем и добиваем. Это во-первых. Во-вторых, идет сравнивание очень часто. Почему у этого человека так, все хорошо, почему она имеет, вот у нее все-все есть, а у меня этого нет. И человек проживает какую-то неважность, неудовлетворенность. И зачастую у женщин, особенно вот это состояние неважности и неудовлетворенности, к сожалению, приводит к таким плачевным состояниям, как апатия и депрессия. Она не может себя контролировать. Есть такие золотые слова, мне очень нравятся эти слова. Так как вы ругаете детей сейчас, так они будут ругать себя во взрослой жизни. Это, конечно, все идет с детства. Ребенок до 7 лет, когда закладывается самооценка, он просто поглощает всю информацию, которая к нему идет. И то, что говорят значимые взрослые или родители, ругая ребенка, например, ты неудачница, ты неуклюжая. И во взрослой жизни точно такими словами, фразами, даже манерой какого-то жеста, они это повторяют. Поэтому нужно понимать, что здесь нужно работать именно с психикой, с внутренним критиком, которого нужно трансформировать. Дорогие женщины, любовь к себе – это достаточно обширная и большая тема. И в рамках одной программы, к сожалению, захватить объем невозможно. Но я вам дам несколько рекомендаций, по которым вы можете прям прислушаться к себе, насколько вы себя любите. Первая рекомендация – это будет такая вопросная. Задайте себе вопрос. Кто я? Какая я? Что я чувствую? И что я хочу? Какие мои истинные желания и какие мои истинные потребности? Какие мои ценности? Второе. Посмотрите себя в зеркало, посмотрите на свое отражение. Почувствуйте, нравится ли вам ваша внешняя оболочка. И какое вы ощущение ощущаете, когда смотрите ваши внутренние составляющие. Третье. Занимаетесь ли вы саморазвитием? Занимаетесь ли вы своим интеллектуальным уровнем развития? Это очень важно, потому что любая стагнация, когда происходит у каждого человека, необходим обязательно стимул. Стимул для саморазвития. Есть такие особенные солнечные люди. Они как неиссякаемый источник живительной энергии, бьющий через край. При встрече с ними возникает ощущение, что в них огромное светило, манящее своим теплым, благодатным светом, который излучается мягко и плавно. Они словно любят весь мир и живут в гармонии с собой и окружающими. От них буквально напитываешься мощной энергией. Как им это удается? Как они обрели эту потрясающую способность? Секрета тут нет. Они научились любить себя, а всё остальное — следствие. С чего же можно начать любить себя? Во-первых, прям понять и осознать. То есть любовь к себе приходит только через осознание. Это во-первых. Во-вторых, заботиться о себе. Что это? Заботиться о себе. То есть уделять время именно самой себе. Ходить на шоппинг, прогуливаться, прям дать себе время, что я делаю вечерние прогулки, занимаюсь фитнесом. Что я люблю покушать? Элементарно. Выбрать самое любимое своё место, поехать в кафе, выпить свою чашечку кофе с своим вкусным пироженом и при этом получить удовольствие. Очень много моментов, которые мы можем посвятить себе, но в первую очередь нужно дать заботу о себе. Забота о себе, конечно, это только начало знакомства с самим собой. Через заботу о себе мы начинаем ощущать своё тело, свою физическую составляющую и свою ментальную часть, и чувственную часть. Какой самый основной звоночек может быть для того, чтобы обратиться к психологу? Что я не могу справиться в данной ситуации с какой-либо проблемой, и меня это разрушает. Я себя чувствую очень плохо. То есть один раз этот звонок, ничего, два-три дня проходит, вроде как отпустила, и я дальше продолжаю жить. Накапливается ещё какой-то момент, приходит, кто-то вас обидел, что-то сделало не в вашу пользу, или погрузили вас в чувство вины. Мы опять это терпим. И тем самым идёт как накопление этих негативных чувств, которые в конечном итоге взрываются. Если брать нас, женщин, то это взрывание наших эмоций, взрыв, вернее, этих эмоций, происходит в виде истерии. И ведь это крик души женщины, когда она уже не может справиться со своими эмоциями, и там эмоционально идёт просто-напросто взрыв. Поэтому любой звоночек, когда вы ощущаете какое-то ощущение негатива внутри, что вам плохо, вы не сможете справиться с какой-либо ситуацией, обратитесь к психологу, будет намного лучше и проще справиться с этой ситуацией. Дорогие женщины, хочется в завершение вам сказать, что вы каждая индивидуальная, вы каждая уникальная, и вы каждая ценная. Берегите себя для себя. С любовью и теплом к вам благодарю. Говорят, что глаза – зеркало души. Глаза на самом деле – самая выразительная часть лица. И они расскажут о вас всё, даже то, что вы хотели бы сохранить в тайне. Например, морщинки вокруг глаз, нависание век, мешки под глазами. Красноречиво говорят о вашем возрасте. Как решить данную проблему? Мы узнаем в следующей рубрике. Сейчас мы будем в процессе материнки. Последние где-то 5-6 лет пластическая хирургия бурно развивается именно у нас в Кыргызстане, в Средней Азии, мне кажется, ну и во всём мире, в принципе, потому что люди начали по-другому воспринимать пластические операции. Каждая женщина хочет быть более красивей, более ухоженной, и они приходят к нам. Их очень много. Если мы говорим о пластической хирургии в Кыргызстане, у нас на первом месте стоит сейчас блефропластика. То есть это образование складки, да, из азиатского типа глаз переходим в более европейское. Операция, в принципе, очень популярная. Почему? Потому что к нам очень часто приезжают за границы. Вот в соседний Казахстан буквально каждую неделю где-то 5-6 пациентов из Казахстана в нашей клинике. Благо ещё сейчас вот границы открываются, и другие страны тоже уже приезжают, допустим, с России, с Бурятии, с Якутии. Ну, те пациенты, которые более азиатский тип внешности. На втором месте у нас стоит ринопластика. Это нос. То есть на нос тоже очень часто сейчас делают акценты, делают. Остальные все операции, это вот липомоделирование, грудные импланты и так далее, тоже очень популярны сейчас в наше время в Казахстане. А если в целом брать мировую тенденцию, то в Америке и в Европе очень популярна сейчас операция липомоделирования. Липомоделирование – это когда мы формируем тело собственными жировыми тканями, да. Бывает очень часто, когда ко мне приходят на консультацию, и мы отказываем пациентам делать какие-либо процедуры. Потому что, допустим, у многих девушек есть свои очень хорошие веки, открытый взгляд. И ничего, в принципе, там не нужно делать. Но из-за того, что девушки, ну и подружки делают, или кто-то еще сделал, и им это больше понравилось, они приходят, говорят, все же делают, давайте я тоже сделаю. В таких случаях мы очень часто отказываем, потому что, я думаю, не нужно делать ненужные операции. А так, в целом, если взять 16 лет, у кого нету складки, у кого очень закрытый взгляд, закрытые глаза, мы делаем глифропластику, европеизацию веков. Мне важно внутреннее состояние пациента. Если пациентка приходит и ее делает счастливой, вот тогда складка, одна складка, то тогда, ну как бы, почему нет сделать операцию, потому что пациентка после этого начинает внутри себя ощущать увереннее, красивее. Они даже рассказывают, потом приходят, через месяц, через два месяца приходят и говорят, что их жизнь меняется к лучшему, их окружение меняется. То есть окружающие люди начинают по-другому к ним относиться, и они чувствуют себя красивее, увереннее. Вот это ощущение мне больше нравится, нежели просто сделать свою вот шаблонно, да, всем операцию. И мне очень нравится, когда операция более естественная, то есть нет никакого намека на пластическую операцию. Многие девушки почему-то в последнее время приходят и просят очень большие веки, и они просят показывать разных звезд, голливудских звезд, точно такие же веки хотят они. Но мы, когда в ходе консультации, да, в ходе беседы, мы обсуждаем и приходим к тому, что нам не идут такие большие веки. Мы азиаты, у нас маленькие глаза, в отличие от европейцев. И тогда мы приходим к тому, что у каждого человека индивидуально, да, века. И если сделать более естественный взгляд, то тогда будет лучше, чем большие огромные веки сделать. 10% от общего количества наших пациентов обращаются мужчины. В основном, наверное, молодые. Вообще, если с медицинской точки зрения взять, блефоропластик показан в основном возрастным. Показанием является нависание век, то есть в молодом возрасте у всех хороший открытый взгляд, а потом уже начинается нависание. В этих случаях мы можем, да, убрать нависание, более открытый взгляд. Не обязательно тогда делать большие веки, просто можем убрать лишние. А противопоказанием являются у возрастных, это в основном артериальное давление, проблемы с сердцем. Если какие-то серьезные заболевания неврологические или тяжелые хронические заболевания, мы обязательно должны с другими специалистами это все проверить, да. Сахарный диабет, если повышенное. Если у человека есть тяжелые заболевания со зрением, и несколько факторов именно у молодых тоже, это менструальный цикл не должен быть совпадать, любые простудные заболевания и аллергия на обезболивающие, то есть препараты, так как операция делается под местным наркозом. После операции реабилитация примерно где-то две недели, это основная реабилитация, пока все швы заживут, да, все, то есть швы мы убираем, и только через месяц-полтора глаза уже более-менее незаметными становятся, и мы можем краситься, мы можем там выходить на улицу, да, в принципе никто и не заметит. Но полное заживление считается 4-6 месяцев после операции. На работу пациенты обычно выходят через неделю, мы советуем, рекомендуем неделю желательно дома быть, потому что будут большие отеки первые 3-4 дня, а потом только начинают и они спадать. Нитевая блефоропластика сейчас, на данный момент, это очень опасная процедура. Почему? Потому что это хирургическая операция, которую должен делать уже хирург с медицинским образованием. Но у нас делают это косметологи, у нас делают это визажисты, у нас делают это парикмахеры. Очень много случаев, которые после нитевой блефоропластики обращаются к нам. Я бы настоятельно не рекомендовал делать нитевую блефоропластику именно у тех, кто не без медицинского образования. Прежде чем идти на нитевую блефоропластику, несколько раз подумать, стоит ли вообще делать нитевую. Потому что потом еще, в любом случае, если даже сделает очень хорошо, в любом случае будет у вас дискомфорт, потому что остаются нитки на всю жизнь, они не рассасываются. Уважаемые девушки и женщины, если вы хотите сделать блефоропластику, я настоятельно рекомендую выбрать хорошего хирурга. Для критерия для выбора хирурга вам необходимо сначала посмотреть биографию этого хирурга, посмотреть его страницу в социальных сетях, прочитать все отзывы об этом хирурге, прийти к своему хирургу на консультацию, обсудить все возможные варианты и потом уже принимать решение. Будьте всегда красивы, любимы и счастливы. Как реализовывать все свои желания, достигать поставленных целей, получать все задуманное? Нам расскажет героиня рубрики «Пять шагов к успеху». Смотрим далее. Быть успешным сложно, быть женщиной-предпринимателем еще сложнее, а быть еще успешным женщиной-предпринимателем – это окажется из мира фантастики. Сегодня героиня рубрики «Пять шагов к успеху» – одна из самых успешных и известных представительниц шоу-бизнеса. Джамайка, Джамайка, Соти топят сьям тропикали в глявы и вере море. Джамайка, Джамайка, Джамайка. Основатель и руководитель ивент-компании Дарика Асалбашева. Наверное, многим будет интересно узнать о ее личной жизни, о ее целях, мечтах, планах и о том, как ей удается совмещать бизнес, семью и воспитание детей. Мне сложно сказать, успешна ли я, но я считаю, наверное, самое главное – быть в гармонии внутри себя и чувствовать себя успешной, счастливой. И тогда не будет ощущения, что тебе чего-то не хватает. Потому что в женщине самое главное, я считаю, внутреннее состояние. И отсюда, мне кажется, раздается успех. Когда человек делится своими застижениями, когда от человека идет такая положительная энергетика, мне кажется, в этом и заключается успех. А в женщинах это особо. Потому что я очень рада, что моя семья позволяет мне реализовываться, они меня поддерживают. Изначально мы не делали трагедии из-за того, что мама на работе. Не надо делать из-за этого трагедии. Надо говорить – мама работает, потому что ей хорошо на работе. Когда маме хорошо, она делает подарки, детям хорошо. Счастливая мама – счастливая семья. Редко бывает, что даже когда я устала, чтобы я приходила, говорила – я так устала, мне так надоело, я никогда так не говорю. Я говорю – я так хорошо отработала, я так люблю свою работу. И у детей, и у мужа даже не встает вопрос о том, чтобы запрещать мне работать. Сегодня Дарека – мама четверых детей. У нее взрослый сын и три замечательных девочки. Работа все-таки сказывается. Я руководитель, я предприниматель. И поэтому воспитание детей у меня немножко другой подход. Не все меня понимают, не все меня поддерживают. Потому что я не та мама, которая целый день на кухне, три раза готовит, провожает в школу. Я воспитываю детей с точки зрения руководителя. Они у меня очень самостоятельные. Как они научились держать ложку – они сами кушают. Они у меня с раннего возраста уже передвигаются по городу сами. Они принимают решения сами. Потому что я вижу очень много инфантильных, взрослых людей, которые вроде оболочка взрослая, но при этом они вообще не могут принять решения и взять на себя ответственность. Для меня чувство ответственности настолько важно, что я поняла, что это надо прививать с детства. Это задача любого родителя – подготовить детей к взрослой жизни. И пока мы это не поймем, у нас не будет успешных детей. Успешные дети – это люди, которые умеют брать на себя ответственность, и они самореализованы, они самодостаточны. И поэтому они у меня с раннего возраста получают свободу по принятию решений. Конечно, под моим контролем. Они у меня очень самостоятельные. Я им даже разрешаю работать. Я считаю, что у меня три девочки, я бы хотела в них выработать такую самодостаточность, где они бы понимали, что им нужно, и относились к этому миру с позиции себя. Возможно, это кто-то воспримет как эгоизм, но я считаю, что это правильно, потому что в конечном счете мы к этому стремимся. Вот на данный момент я сейчас стремлюсь поменять свой внутренний мир и понять, что если я буду счастливой, то вокруг меня все будут счастливы. Музыка Музыка Конечно, самым ярким и главным проектом за всю нашу деятельность является Игры кочевников. Потому что мы вложили в него душу, я очень рада, я горжусь тем, что мы сделали свой вклад в развитие нашей культуры, в развитие данного проекта, потому что нас привлекали в самом начале процессе разработки даже Всемирных Игр Кочевников, и мы смогли нести свою лепту для масштабирования данного мероприятия. Первые и вторые игры, они прошли именно под моей координацией, именно церемонии открытия и закрытия. Но я рада, что большинству людей, всему миру, людям запомнилось именно шоу, которое мы тогда поставили. Тем самым это как бы успокаивает меня как профессионала, потому что именно при поддержке государства, при доверии государства, при нормальном финансировании мы смогли доказать, что мы можем проводить мероприятия на мировом уровне. Поэтому это является нашей главной гордостью, я очень благодарна также государству, что они отметили мою работу. Меня два раза наградили госнаградами, я благодаря Играм Кочевников стала заслуженным деятелем культуры. Я получила медаль Данка, которую я даже не могла мечтать, так как я никогда не работала в госслужбе. Я очень рада, что работая в сфере бизнеса, я также могу вносить свой вклад в развитие культуры и страны в целом. Самая главная миссия ивентера является организовать работу. Здесь даже, наверное, больше не творческая работа, здесь идет 100% менеджерская работа, и я рада, что она у меня получается. Менеджерская работа – это, во-первых, коммуникация. Коммуникация с клиентом, коммуникация с сотрудниками, коммуникация с подрядчиками. Потому что успешный ивент – это успешные коммуникации. Тем самым здесь очень важно уметь правильно общаться с людьми. Будучи ивентером с таким стажем, я уже, наверное, стала психологом. Потому что каждому человеку нужно найти свой ключ. И когда ты знаешь, как обращаться с определенными людьми, ты находишь к нему ключ, выстраиваешь правильные коммуникации, и работа проходит легче. Поэтому быть ивентером нужно быть очень гибким человеком. И чтобы быть руководителем, нужно быть очень гибким. Потому что я выстраиваю работу не так, что я начальник, ты дурак. В моей команде и со своими людьми я выстраиваю работу партнерские. Вы помогаете мне реализовать мероприятия, а я помогаю вам реализоваться как профессионал. И когда вы относитесь к такой позиции, идет уровень доверия, лояльности. Очень высокий. И тем самым, я думаю, нам удается реализовывать большие проекты. Когда мы создавали свою компанию, мы назвали ее «Аслабашев Креатив». И сегодня не все, оказывается, помнят, почему мы ее так назвали. И это не в честь моей фамилии, а в честь моего кайната, народного артиста Милиса Салбашева. Он руководил государственным ансамблем танцев «Ахмарал» более 40 лет. Ведущий хореограф, отличный менеджер. Он внес огромный вклад в культуру нашей страны. Он является основоположником кыргызского танца. Сегодня тот костюм, который мы видим, это все его работа. Потому что как такового кыргызского сценического костюма никогда не было. И все это произошло благодаря ему. И когда мы думали, как назвать компанию, мы решили с мужем, что она будет называться в честь моего кайната, потому что его имя выступает гарантом качества. Потому что кроме творчества он еще отличался качественной работой. Он был настолько предан своей работе. Его работы были настолько вымыштрованы, филигранные. И кыргызский танец, он вырос, он достиг таких успехов благодаря его труду. Поэтому мы назвали компанию в честь него. И вот столько лет она существует. Тем самым мы тоже хотели бы, чтобы это было возможно семейным бизнесом. Вот мы занимались, дети, возможно, будут заниматься. И они также будут носить вклад в развитие культуры нашей страны. Нет никакого секрета, чтобы быть успешной. Самой главной миссией каждой женщины является быть счастливой. Чем бы вы ни занимались, будете вы домохозяйкой, будете вы руководителем, или вы будете наемным работником, или вести свой бизнес. Очень важно, что все, что вы не делаете, не мешало вашей внутренней гармонии. Потому что если что-то идет не так, оно вам мешает, оно в итоге приведет к разрушению. Поэтому очень хочу, чтобы каждая женщина в нашем обществе была счастлива, и тем самым наше общество будет счастливым и будет процветать наша страна. Жизнь полна красоты. Обрати на это внимание. Вдохни запах дождя и почувствуй ветер. Живи свою жизнь в полную силу и борись за свои желания. С вами была программа «Я – женщина». Всем до скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова